Валентина Гордова. Крылатое счастье. Дилогия. Книга первая. Глава первая. «Да зачем она тебе, такая маленькая?» — удивился мой непосредственный начальник и лишил меня премии. И это был далеко не самый выдающийся его поступок, потому что на прошлой неделе, к примеру, он заставил меня работать в ночь, а в прошлом месяце урезал зарплату в половину. Вот просто так, потому что ему захотелось. В общем, Алексей Геннадьевич был крайне близок к своей мучительной гибели. К слову, о его смерти мечтал весь наш отдел продаж, и кто-нибудь уже давно совершил бы это страшное преступление, но начальник у нас на редкость умным оказался, что-то там пронюхал, и... и работаем мы все теперь раза в три больше, чем положено. Просто Алексей Геннадьевич решил достать всех нас до такой степени, что мы отбесили даже до домов, до полозали с трудом. У нас банально не было сил на его убийство. И денег на наем киллера у нас тоже не было, да. Достало все. Вот просто сил больше никаких нет. Носишься, носишься с этой работой, поручения эти выполняешь, все наивно пытаешься стать хорошим работником, чтобы тебя заметили, оценили и похвалили, а они все смотрят свысока, как на мусор какой-то. Правила эти идиотские вводят ограничения. Все вышестоящие выделываются перед гендиректором, все что-то мудрят и мудрят, а мы... А нас просто никто не спрашивал. Достало. Я уже даже не об отпуске мечтаю. Я мечтаю элементарно выспаться. Так, чтобы с отключенным телефоном, выгнанным из дома котом и закрытыми дверьми. Выспаться. Я спать уже хочу вообще всегда и везде. Если раньше, когда только начала работать в этой фирме, мечтала о нормальном горячем обеде, то теперь о еде и вовсе практически не думаю. Перекусила чем-нибудь и нормально. Отсюда и проблемы с лишним весом. Хотя как лишним? Это все нужное. Если смотреть объективно, то сейчас меня только это нужное и греет, потому что отопление опять не включили. И, судя по всему, в ближайшее время его включать не собирается. Так что мне уже просто интересно, от чего именно я умру. От усталости или банально замерзну в обнимку со своим кексом. Хотя нет, кот-предатель уже давно повадился к соседке ходить. Она его и рыбкой покормит, и колбаской. Еще немного, и я тоже к ней ползать начну. И вот сижу я себе на неудобном холодном стуле в холодном офисе, счастливая обладательница высшего мать его экономического образования, и думаю, а как меня вообще сюда занесло? «Почти на окраину нашего города, в это противное серое здание, к этим людям, да я из-за них уже ненависть вообще ко всему человечеству выработала. Ведь по образованию я экономист, по документам работаю менеджером по продажам, а на деле являюсь кем-то отдаленно похожим на секретаря-бухгалтера. Вот как так? Как вообще это все могло со мной случиться? Я ведь мечтала о счастливой жизни, о большом красивом доме, заботливом муже, детях. Я мечтала заниматься своим любимым делом, а в свободное время писать картины. У меня ведь даже художественная школа окончена. А на деле не мужа, потому что толстая страшила с кругами под глазами на половину лица никому и даром не нужно, ни счастливой жизни, ни даже времени свободного нет. В общем, у меня все хорошо, но я, честно, не знаю, сколько еще продержусь. А в остальном, типичная среднестатистическая женщина. Я ведь не одна такая везучая по жизни, правда? Итак, утро. 6.00. Холодный пол, едва не разбитый нос об косяк в коридоре, потому что некоторые, не будем показывать на себя пальцем, вчера опять разулись посреди прохода, и горячий кофе из кофемашинки. Она — моя радость и любовь, мой спаситель, мой последний неоплаченный кредит. Вот так и живу. От кредита к кредиту, зато со стиральной машинкой, стеклопакетами вместо старых деревянных окон и кофемашинкой. И, стоя утром у окна и медленно потягивая свой любимый напиток, от которого доктора настоятельно рекомендовали избавиться, и понимая, что не такая уж уж жизнь плохая, крыша над головой есть, родители живы-здоровы, пусть и в другом городе, работы опять же есть. Если подумать, не такая уж она и плохая, начальнику бы подобрее, и зарплату побольше, хотя бы чуть-чуть. Об этом я думала утро и половину дня. Я бы и дальше тоже об этом думала, да, но тут случилось чудо, наше типичное, заглядывающее раз в неделю рожеволосое чудо с простым, но крысноречивым именем Маша. «Привет!» — воскликнул этот лучик солнца, едва только оказался на пороге нашего кабинета. Того, который мог бы быть просторным, если бы в него не запихнули шесть человек. «Маша!» Расплылись мы в радостно-зависливых улыбках. Просто Маша... Маша — это мечта. Не знаю про всех остальных, но мечтой нашего отдела она точно была. Высокая, стройная, длинноволосая красавица с большими чистыми глазками светло-зеленого цвета, с приковывающей взгляд улыбкой нежно-розовых губ, с такой же нежной и тоже розовой кожей. Ровной, чистой, даже блестящей. Маша была красавицей. Такой красавицей, о какой сотруднице нашего отдела могли только мечтать. Сотрудники, к слову, тоже, потому что даже несмотря на добрую натуру, близко к себе Маше все равно никого не подпускала. Да и вообще у нее жених есть. Везунчик. А еще Маша была какой-то там родственницей нашего Геннадьевича, что позволяло ей строить ему глазки и потихоньку воровать нас себе. Вот в самом прямом смысле она просто приходила, говорила с парой нужных человек, а потом кто-нибудь из нас не выходил на работу. И больше его никто и никогда не видел. Здесь, по крайней мере. А вот в красивом стеклянном здании на одной из центральных улиц. Так там, да, там видели. И частенько, причем в каком-нибудь дорогом костюме и с улыбкой наполовину счастливой мордой. К сожалению, случались наши похищения крайне редко. Раза два, три в год. Но все мы продолжали возносить Марии немые молитвы. Даже Анька Смирнова, что хвалилась своим атеизмом, и та молиться начала. Так что ничего удивительного, что на Машу мы все уставились с обожанием и надеждой. Ну и чуть-чуть завистью. Куда уж без этого. «Привет, девочки!» Пропел этот соловей счастье, легкой походкой зашел к нам и закрыл за собой дверь. «Лешка опять буйствует, судя по вашим кислым лицам!» И говорила она так, не с насмешкой и злорадством, а с сочувствием и желанием помочь, что автоматически начисляла на ее счет еще пару очков. «Он решил, что нам не нужна такая маленькая премия», пожаловалась Алла. И мы все скривились в подтверждении ее слов. «И повысил ее?» С надеждой выпросил это наивное создание. «И убрал ее вообще!» Не оправдала ее надежд Аня. «А давайте мы его того проклянем. Это года два назад мысль могла показаться нам, если не глупой, то хотя бы кощунственной и бесчеловечной. А сейчас все задумались, причем крепко так. «У меня знакомых ведьм нет», вздохнула я с искренним сожалением, которое мы тут же разделили на шестерых. «У меня есть знакомый доктор», улыбнулась Рита. «Многообещающе так. Мне бы на месте Алексея Геннадьевича стало, если не страшно, то очень волнительно». «А зачем нам доктор?» не поняла Викулька. «А он умеет проклинать?» «Не скажу, что верю во все эти стереотипы, но Вика была блондинкой. Полной. Поэтому иногда до нее, скажем так, доходило с запозданием. Но мы не жаловались и не ругались, нет, потому что все мы иногда бывали Викой». «Нет, он умеет выписывать рецепты наслабительные. А еще он знает, где достать недорогой и очень качественный яд». «Нам можно и некачественный», вставила Эля, которая вообще девочка тихая и мирная, и природу она любит и насилие не терпит. «Да, да». «Вы что? Вас же поймают!» Не то возмутилась, не то испугалась Маша, большими глазами оглядев всех нас. Мы посидели, подумали, а потом решили. «Не поймают. Желающих от него избавиться много. Искать будут долго, а мы аккуратненько так. Нас никто и не заметит», пояснила Аня и уверенно покивала головой. И мы все тоже покивали, тоже уверенно так. И ведь никому, ни одной даже стыдно не стало. Ну, просто достала уже, честное слово. Конечно, можно было бы найти другую работу и бед не знать, но лично я отправила свое резюме в пару фирм и теперь жду ответ. Месяцев пять уже жду. А заявка на сайте вакансий висит и того с год уже. Можно уволиться и бегать искать другую работу, но что, если я ничего не найду? Если меня никуда не примут? А тут все же стаж есть, да и стабильность какая-никакая, но присутствует. Тяжело, да, так везде тяжело. И зарплата маленькая, но без больших знакомств в принципе глупо рассчитывать на должность с хорошей зарплатой. А мне еще и кредит. Так что проще начальника проклинуть, чем другую работу найти. Но зачем же сразу травить? Не поняла Машенька, которая тоже добрая, прям как мы все, только у нее лимит этой доброты еще не кончился. Так же нельзя. Ну, как говорит моя бабушка, можно все, главное улик не оставлять. Она уже лет десять сериалы по телевизору смотрит, так что про работу полиции она хорошо знает. Уверена, еще немного и она совершит идеальное убийство, просто потому что скучно. Так что с Машином нельзя, лично я была не согласна. Плавной походкой от бедра девушка прошла к ближайшему стулу, грациозно села, перекрестив ноги, повернулась к нам всем корпусом. Мы так и зависли, зависли, выгляделя на идеальную девушку. Эх, когда-нибудь я тоже возьму себя в руки и приведу себя в порядок, и про меня тоже будут говорить, что я идеальна и вообще... Эх... И начала Маша тоном, применяемым обычно на деловых переговорах.